Здравствуйте Артур Халисович. Здравствуйте. Общество знания это диалог. Как происходит процесс в выборе темы и на что нужно обратить внимание? Мы следим за трендами. Наши лекторы выступают как перед юной аудиторией, так и перед профессионалами своего дела, педагогами, врачами, сотрудниками силовых ведомств, госслужащими. Мы постраиваемся под аудиторию или сами запрашиваем, какие темы предлагаемым они выбирают, или уже лектор сам предлагает нам темы, а мы уже обеспечиваем его аудиторией. А вы сами были в роли лектора? Я был в начале на этом месте работы, я только в начале был, это в июне месяце, когда проходила акция. Я в лагерь ездил, рассказывал про наше общество, чем занимается, вот такие моменты. А так я бываю на всех лекциях, где они проводятся, во всех ведомствах, во всех образовательных учреждениях школы, школы, СПО, вузы, то есть я присутствую на всех мероприятиях. Как молодежь себя вела? Какие вопросы задавали? Что их больше всего интересует? Молодежь, со мной согласитесь, сейчас сами знаете, у них запросы такие высокие, они в основном любят лекции, когда диалог происходит от первого лица, то есть когда это люди узнаваемые, люди с определенным авторитетом, как в регионе, так и в стране. Это известные спортсмены, известные люди, медиа, пространство на территории республики, я не знаю, но у нас такого имеется, и все наши лектора, это довольно-таки с хорошим бэкграундом люди. Вот так вот. А есть ли статистика наиболее популярного лектора именно в нашей республике или темы у молодежи? Нет, нет. Потому что у меня все лектора, в нашем филиале все лектора, это и вы знаете их, это и медиа, пространство, это и директора институтов, это и руководители организации, это доктора, профессора, это известные спортсмены республики, то есть все такие, я не могу кого-то конкретно выделить. Вот так вот. На одинаковом уровне, да? Да, и довольно-таки хорошие лекции, потому что я слышу, знаете, я участвую, слышу многое, видел многое, но иной раз, и я узнаю очень много полезной информации, потому что лекции достойно такие хорошие, на самом деле. А вот скажите, какие проекты реализует общество знания именно в нашей республике? У нас очень много проектов, очень много акций федеральных, которые у нас, нам приходят с центрального аппарата, и мы участвуем во всех проектах, во всех акциях. Вот в июне месяце у нас была акция «Поделись своим знанием», когда известные люди, опять-таки, наши республики участвовали в этой акции, делились перед юной аудиторией. Сейчас проходит акция «Достижение России», она уже заканчивается. Кстати, пользуясь случаем, хотел поблагодарить начальника управления мэрии образования города Черкесска Сусану Алиевну Калмыкову, потому что я с ней взаимодействую очень часто, и мы сейчас во всех школах, практически 20 школ у нас в городе, во всех школах по два раза в месяц заходим и проводим лекции про достижения, которые прошли в нашей стране за последние десятилетия, ну и, конечно же, в нашей республике, а их очень много. Вот так вот. Вот ваша организация подписала ряд соглашений с министерствами. Какая работа была проведена? На что еще нужно обратить внимание? Что-то не успели, может быть? Ну, чтобы что-то не успели, я бы так не сказал, потому что мы по мере поступления новой информации сразу и обращаюсь к руководителям всех ведомств и всех профильных министерских взаимодействий. Четко реагируют, да? Конечно. Ну, как бы, как правильно сказать, кстати, опять-таки, пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем руководителям министерств профильных и ведомств, что каждый должен осознавать, как это важно. Все информации, которые поступают от Российского общества знания, мы делаем для себя лично, потому что, что мы сегодня вложим в нашу молодежь, что мы и получим, так сказать. Так что участвуют все, все министерства, все ведомства, как бы и площадку организовывают, а мы уже с лекторами приходим к аудитории и рассказываем им лекции интересные, подача интересная. Ну, сам процесс очень нравится многим. Ну, а что вы можете выделить? Вот какой проект? Проект «Знание государства», проект «Знание лектории». «Знание государства» – это проводится для федеральных органов исполнительной власти на территории региона. У них у нас участвуют все ведомства. Это и силовые ведомства, Министерство внутренних дел, служба судебных приставов, все организации Министерства здравоохранения, ну, все больницы, то есть все учебные заведения, все школы, все ведомства у нас налоговые. Их много, все практически. Мы везде заходим каждый месяц, где по одному, где по два раза. Когда приезжает федеральный лектор, когда местные лектора у нас заходят с лекциями. Артур Халисович, современные вызовы требуют, естественно, другого иного подхода к процессу обучения. Что вы можете сказать о молодежи? Как их нужно заинтересовать для того, чтобы они получали знания? Молодежь такая специфическая в плане того, что очень большие запросы, она прям так разделяет, где принимать информацию, где нет. Я стараюсь воздействовать, ну, наш филиал старается воздействовать на это таким образом, чтобы заинтересовать их. То есть не просто пришел, провел лекцию и ушел. Нет. Это, конечно, всегда красочно, яркая презентация у нас на каждой лекции проходит. Это всегда какие-то, не просто взятые откуда-то информации, а подтвержденные определенными министерствами, определенными документами, информацией. И лектор уже, конечно же, на месте рассказывает так. Потому что у меня лектора, знаете, как они заранее интересуются, какая будет аудитория, кто именно, это сотрудники, это госслужащие, это дети. И уже подстраиваются под эту аудиторию персонально. Вот так вот происходит. Наши лектора – это профессионалы своего дела, еще раз говорю. А в процессе своей работы вы сталкивались с какими-нибудь проблемами? Знаете, проблемы, слово. Я еще раз хочу сказать, что если возникают какие-то трудности, не проблемы, а проблемы, стараемся решать по мере поступления. А если возникают трудности, человек не должен никогда в себе в голове рассказывать, что обратиться за помощью – это постыдно. Это как-то… Всегда обращаюсь за помощью. Слава Богу, есть Руслан Махарович Качкаров, председатель регионального отделения, у которого профессионального опыта очень много. Есть другие люди, с кем можно обратиться. Обращаюсь за помощью и решаю все вопросы. У меня нет такого, чтобы были проблемы. Какие мероприятия в рамках акции «Достижения России» вы провели? Ну, если брать вам про выставку, международную выставку «Россия», мы силами своего филиала создали уникальную лекцию об уникальности нашей республики. Рассказали эту лекцию. У нас лектора поехали. Это про ректор СКГА Эдив Далхат Мурадинович. Это поехал лектор Кратова, сотрудник НИИ нашего института. Про культуру рассказывала, про как создавалась наша республика, какие изменения были в этой республике, исторические факты. И у нас был лектор Сауран. Это замдиректора Сотникова Юлия Владимировна. Замдиректора Сауран рассказала непосредственно про Сауран. А лекция об уникальности Карачао-Черкесии понравилась всем. Обратная связь была. Я на месте присутствовал сам. Жалко, что не увидели руководство республики эту лекцию, потому что все аспекты мы в ней осветили, какие изменения произошли в нашей республике. Это я проговаривал и руководителю нашей департаменту. То есть транспортная инфраструктура, туризм, промышленная часть. Все обговорили в этой лекции. И довольно-таки хорошая лекция. А сейчас проходит достижение России. У нас было центральное мероприятие. Проводила Татьяна Сергеевна Черняева, депутат Народного собрания. Она в ЦМИТе, Центре молодежного и национального творчества провела центральное мероприятие. И потом по всем социальным учреждениям транслировалась эта лекция. То есть по всем учебным заведениям республики. Мы поехали благодаря Руслану Махаровичу, благодаря молодежи, которая учится в СКГ, поехали на выставку вместе со студентами в количестве 15 человек. Мы участвовали в экскурсии с главой, где Рашид Бориспевич рассказал про достижения нашей республики, тоже проведя к стенду Карачао-Черкесии. Тоже очень понравилось это мероприятие нашему центральному аппарату, потому что, извините, Рашид Бориспевич проводил. Он был главным лектором, да? Он экскурсоводом был к нашему стенду. Ну а на месте присутствовал тоже и министр образования у нас на лекции про достижения региона. Сами сотрудники, даже так скажу, что сами сотрудники аппарата, которые присутствовали там, вот съемочная группа была, они тоже у нас во время лекции задавали вопросы про туризм, про как вам попасть, как вам быть, а как у вас вот здесь, как Архиз, Аланский, Алания, древние артефакты, которые были найдены у нас там в Архизе. То есть про все, про вопросов было очень много, обратная связь была хорошая. Это радует. Да. А вы сами, как считаете, насколько нужны вот такие вот мероприятия, особенно для молодежи, раз мы работаем с молодежью? Очень нужны, знаете, Российское общество знания. Мне нравится, как ее взаимодействие, как она преподносит материал, какие разные акции. Ну, то есть, поэтому я говорю всегда, старайтесь все помогать Российскому обществу знания, потому что мы зависимы. Это мы вкладываем в нашу молодежь, они должны знать обо всем, потому что человек знающий, он всегда впереди всех идет. Так что мы должны постоянно, постоянно обогащать знаниями нашу молодежь. Вот так. Проделана большая работа. Очень большая. За этот год, да. А впереди? Ну, за этот год, да. Ну, естественно, за десятки лет, естественно, еще больше работы проделана. А вот что вы можете сказать о планах относительно нашей республики? Я, знаете, как скажу, да, относительно нашего филиала за 6 месяцев работы, моей на должности директора филиала и, в общем, нашего взаимодействия со всеми структурами, ведомствами, наш регион, наш филиал показывает, ну, мы в десятке, как минимум, находимся среди всех регионов страны, в охвате аудитории. Хотя я всегда озвучиваю, вы должны понимать, что наша республика – это одна из самых маленьких на территории страны, в целом, самый маленький субъект. И мы показываем такие цифры, как миллионники регионы не показывают, потому что я хотел даже поблагодарить всех, кто принимает участие. Когда, ну, за 6 месяцев у нас 12 тысяч человек охват был аудиторией, то есть во всех мероприятиях 12 тысяч человек – это, ну, это большие показатели. И все приходят, все слушают, все с интересом задают вопросы. Так что спасибо всем, кто участвует в этих мероприятиях. Секрет успеха в интересе всех задействованных лиц, да? Да, секрет успеха в наших лекторах, в наших подачах информации, в наших красивых презентациях, достоверной информации. Вообще распространение достоверной информации является основной задачей Российского общества знания. Артур Хайлисович, спасибо за разговор, было познавательно. Желаю вам в работе успехов и всему обществу знания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.